Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот и в этом году наступил месяц Раджаб, напоминая нам своим приходом о приближении месяца Рамадан. И не зря наш посланник Аллаха Мухаммаду саллиллаху алейхи ва саляма просил у Всевышнего Аллаха благодати в этих месяцах и просил Всевышнего Аллаха дать возможность настигнуть Рамадан. То есть месяц Раджаб, в этот месяц посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саляма вспоминал и начинал, можно сказать, уже подготовку, начинал ожидание к месяцу Рамадан. Что же нам делать в этот месяц и в последующий Шабан? Как нам понимать эти месяцы? Во-первых, Раджаб — это один из запретных месяцев, в которых Всевышний Аллах запретил войной. месяц, о котором Всевышний Аллах сказал, «Ауду билляхи мина шейтанир-раджиим, фаля тазлиму фи хинна анфусакум, вы не причиняйте в этих месяцах зла самим себе», — говорит Аллах Аззава Джалля. Мы все знаем, что в этот месяц желательно поститься, и многие постятся. Об этом сегодня я не буду говорить, потому что это и так всем известно. Хочу поговорить о другом, о том, каким же образом мы должны понимать этот месяц, мы должны понимать, воспринимать этот месяц месяцем посева, в котором мы сеем семена, урожай которых мы будем пожинать в месяц Рамадан. Потому что месяц Рамадан, он настолько велик, он настолько значим, что недостаточно начинать месяц Рамадан с наступления месяца Рамадана, месяц Рамадан заслуживает того, чтобы мы готовились к этому месяцу. Подобно тому, как спортсмены готовятся, упражняя свои мышцы к решающему в их жизни выступлению. Подобно тому, как люди бизнеса своевременно предпринимают те или иные шаги для того, чтобы именно в самый выгодный сезон приобрести наибольшую прибыль. И месяц Раджаб, месяц Шабан, это те месяцы, которые нас подготавливают к Рамадану. Что же в первую очередь необходимо? Аллах в первую очередь говорит, вы не причиняйте в этот месяц зла самому себе. То есть подвергая греховному. То есть человек, который раб Аллаха, грешный раб, причиняет этим грехом, ослушанием своему Господу, причиняет зло в первую очередь самому себе. И об этом, и речь в этом аяте. Что же в первую очередь нам стоит сделать? В первую очередь нужно обратить внимание на свое поведение, на свой образ жизни. Совершаем ли мы какой-либо тяжкий грех? Отказаться от тяжких грехов. Ибо этот месяц один из тех месяцев, в которых наши ослушания, наши грехи будут иметь особый тяжкий вес. Сейчас это тот месяц, который тебе позволяет отказаться от грехов, от порицаемого, для того, чтобы вступить тем самым готовым в месяц Рамадан. Какие же могут быть у нас грехи? Можно подумать, грехов очень много. Грехи, посмотрите, обратите внимание на каждый свой орган. Союзшают ли грехи наши глаза? Союзшают ли грехи наш язык? Какой грех совершают наши руки? Что мы пишем? Что мы наблюдаем? Какие у нас есть привычки, которые греховные привычки? Начинать бороться с этими грехами уже в месяц Раджаб. То есть отход от всякого порицаемого, стараться преуспеть, утвердить себя психологически в той мысли, что я войду в месяц Рамадан, очистившись от греха, дав слово своему Создателю и себе самому, что месяц Рамадан это новая черта, то есть новая точка, точка, откуда начинается новая твоя жизнь. Посмотрите на свои дела, на свои договора, которые мы заключаем, на свой образ жизни. Есть ли в этом что-либо не соответствующее велениям нашего Создателя? Совершаем ли мы что-либо порицаемое? А ведь наше время такое, что понятие дозволенное и запретное стало размытым. Порою нам следует обратиться за советом своего окружения, друзей. Спросите, попросите у какого-нибудь мудрого своего друга, если что-то вызывает сомнение, исправить ваше поведение, отойти от греховного. А греховного очень много сегодня. Оно так смешано, переплетено, что порою современное общество, порицаемое, принимает как одобряемое. Следующее, к чему я призываю себя самого и всех вас, подготовить свое сердце. в месяц Раджаб, избавив, очистив свое сердце от семян, которые сеют в наших сердцах шайтан. Такие семена злобы, гордыни, высокомерия, ненависти друг к другу. ибо состояние наших сердец это важное условие принятости, важное условие того, будут ли приняты наши поклонения в месяц Рамадан Всевышним Аллахом. А ведь мы можем еще оказаться среди тех, чьи посты, чьи ночные молитвы прошлого Рамадана не были приняты Всевышним Аллахом. только по причине презрения, унижения другого, гордыни, которую мы таим в наших сердцах, ненависти, высокомерия и так далее. Поэтому эти пороки, сатанинские пороки, которые овладевают наши души и сердца, нужно от них очистить наши сердца и наши души. А для этого у нас есть время. Хуала Всевышнему Аллаху месяц Раджа, именно в этот месяц, и стоит этим заниматься. Ибо эти грехи, эти пороки, они являются губительными. Их называют аль-мухбитат. Почему? Потому что они лишают раба Аллаха награды за его деяния и поклонения. Они не принимаются Всевышним Аллахом в таком состоянии, в таком порочном состоянии наших сердец и наших душ. Ибо Всевышний Аллах о тех, кто спасется в судный день, сказал «ЯУМ МАЛА ЯНФАУ МАЛУН ВАЛА БАНУН ИЛЛЯ МАН АТАЛЛАХА ВИКАЛЬБИН САЛИМ» сказал Всевышний Аллах. Судный день это тот день, в котором не будут полезными для человека ни его богатства, ни его сыновья, кроме тех, кто предстанет перед Господом с чистым сердцем. Поэтому чистота нашей души, наших душ и наших сердец это важное условие в нашем поклонении, в нашей религии, которую мы освящаем нашему Господу, Всевышнему Аллаху аззаваджаль. Вообще наш иман, наша вера во Всевышнего Аллаха нуждается во внимании, нуждается в укреплении. мы должны применять различные способы и средства для того, чтобы укрепить нашу веру во Всевышнего Аллаха, чтобы мы вошли в месяц Рамадан, приблизились к месяцу Рамадан с крепким иманом. Другой совет, который я даю себе и призываю, которому призываю всех вас, это начинать практику, практику поклонения Всевышнему Аллаху, практику совершения ночных молитв, выстаивания в ночных молитвах, практиковать мольбы ко Всевышнему Аллаху. Потому что, когда внезапно наступает месяц Рамадан, не все из нас, многие из нас застают месяц Рамадан врасплох. пока ощутят наступление месяца Рамадан, упускают самые ценные дни своей жизни, часы, лучшие времена в ночах и беспечности, приучая себя к систематичности, регулярности в определенных поклонениях, например, в совершении уитр молитвов, в совершении ночных молитвов, в совершении любых молитв в джамаате, стараясь принимать участие, успевать на коллективные молитвы в мечетях вместе с имамом, вступая, произнося первый такбир вместе с имамом, потому что то, что раб Аллаха предпринимает заранее, тот, кто готовится, тот, кто тренирован, проходит подготовку, тот и обретает успех. Конечно, следующий совет это, естественно, и посты, потому что месяц Раджаб один из месяцев Хурм, сказано в хадисе посланника Аллаха саллиллаху алейхи и саллим сумминал хурм ма шит постись из месяцев запретно сколько тебе угодно, поститься в месяц Раджаб является желательным, особенно тем, кто ежемесячно соблюдает посты, такие, как еженедельные посты, и начало месяца, середина месяца, да и побольше постов в этот месяц, несмотря на некоторые возражения месяца Раджаб поститься дозволительно и желательно. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы месяц Раджаб стал для нас месяцем самой лучшей подготовки к встрече Ишабану и месяцем, который приближает нас наилучшим образом к месяцу Рамадан и простит нам всем наши грехи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok